Здравствуйте дорогие друзья, гости, ну и конечно же подписчики моего канала, с вами Нестиагин Олег. А сегодня одна из моих любимых рубрик, а это та, в которой вы, зрители, присылаете мне координаты на интересные места, которые можно увидеть по гугл карте. И сегодня нас порадует Максим Носов. Максим прислал огромное количество координат, так что сегодня скучно не будет. Давайте начнем просмотр. А начнем с конца. Карту я уже открыл, приготовил. Как видите, здесь огромное количество меток. И начнем с первых координат, которые прислал нам Максим. Да, многие уже знают это место, называется это Геоглиф и Наска. Но немногие рассматривали, насколько они огромные и сколько их на самом деле этих рисунков. Да, многие пожалуют то, что я временами очень сильно карту дергаю, то есть не даю толком рассмотреть. Сегодня попробую исправиться. Давайте более детально сегодня рассмотрим эти рисуночки. Как они выглядят с высоты птичьего полета. Сколько их и какие они. Вот, к примеру, смотрите, спиралька. Интересная. Давайте дальше рассмотрим. Надеюсь, я карту сейчас не дергаю, и вы отчетливо видите все эти рисунки. Также постараюсь поменьше комментировать и фантазировать. Но без комментариев. Многие из вас знают, что скучно все-таки. Поэтому постараюсь только по делу. Вот здесь еще одна спиралечка. Также интересно. Огромное количество просто полос, треугольников, клиниев разнообразных. Вот таких вот огромных взлетных полос. Также, если посмотреть рядом с дорогой, мы увидим вышку смотровую. Которую специально приготовили для просмотра этих рисунков. Рядом с вышкой вот такой вот геоглиф в форме дерева. Рядом можно увидеть птицу с большими ногами. Дорога пересекает. Огромную взлетную полосу. Ну, по крайней мере, я их так называю. Что это на самом деле непонятно. Также огромное количество клиниев. Теперь представьте, дорогие друзья. Какой это огромный труд создать вот такие вот рисунки. Даже просто, если раздвигая камни и чистя территорию. Я не думаю, что это новодел. Созданные специально для туристов. Для привлечения. Нет, уже наукой доказано, что эти геоглифы давно. А кто их нарисовал, так же никто не знает. Вот здесь странный рисуночек. Давайте немного далее продвинемся. Вот в этом месте что-то странное. Что пытались изобразить? Непонятно. Какой-то черт с рогами. Да, удивляют меня эти рисунки, если честно. Еще одни спиральки. Лабиринтик какой-то странный. Так, но рядом с горами они заканчиваются, эти рисунки. Так же таких рисунков, если честно, здесь огромное количество. Здесь даже их искать не надо. Надо лишь приблизить карту, и вы сами все отчетливо видите. Координат, я думаю, вам оставлять не надо. Если кто-то захочет их более детально изучить, просто забейте в поисковике геоглифы Наска. В поисковике, я имею ввиду, в самой гугл-карте. Вот здесь так же что-то странное. Что бы интересно могло бы это все обозначать? Как вы думаете? Дорогие друзья, напишите в комментариях. Мы давайте приподнимемся, посмотрим, что с другой стороны долины. Как видите, эти меточки я уже сам оставил и наглядел, что тут интересные. Вот на таких вот отвалах также огромное количество взлетных полос. Ну, это может быть не взлетные полосы, но я их так назвал для себя. Практически на каждой горе вот такая вот выровненная платформочка и взлетная полоса. Так, эпицентр внешней сферы. Да, к сожалению, здесь не видно, но интересная фотография здесь. Вот так некоторые рисунки выглядят, как видите, просто выложили камнями. И ничего более. Некоторые из рисунков выглядят в форме кругов, то есть двойное кольцо. Еще одна взлетная полоса в форме клина. Как видите, через нее даже дорогу уже проложили. То есть для местных жителей эти рисунки не имеют такую важность. Давайте еще посмотрим взлетные полосы в горах. Практически на каждой горе вот такая вот небольшая взлетная полоса. Меточка под номером 3. Вот еще один клин. Так что вот таких вот рисунков не только в пустыне Наска. Как видите, в предгорье так же все находится. Так, ну а мы давайте приподнимемся, окинем метки взглядом. Так, меточка под названием взлетная полоса 5. Ну и как ранее говорил, то что вот таких вот взлетных полос здесь огромное количество. Не только прямоугольной формы, но и в форме вот таких вот стрелочек или клиниев. Также огромное количество полос. Как взлетных, так и обычных. Вот здесь вообще все расчерчено. Да, удивительно, что я могу сказать. И фантастично, для чего это создали древние жители этой страны. Так же не ясно. Практически везде, где бы мы не приблизили, мы увидим вот такие вот рисунки странные. Так, ну а на этом давайте закончим рисунки, геоглифы. Перейдем к еще более странным находкам. Ну, которые я уже сам обнаружил. Вот, к примеру, давайте метка под названием Странная гора. И поверьте, то, что я вам покажу, удивит вас. Это надо лишь более детально все рассмотреть. Вот посмотрите в этом месте. Знаете, такое ощущение создается то, что верхнюю корочку водой смыло и обнажился вот такой вот белый слой с небольшими оврагами. Это видно отчетливо по соседним горам. Вот вроде бы горы как горы. Такое ощущение, что краска слезла и обнажилась внутренний слой, уже белый. Вот посмотрите, сколько вот таких вот облезших гор. Дальше, то, что я вам покажу, еще удивительнее. Чем дальше в горы, тем больше эта корка исчезает. Посмотрите, как все это интересно выглядит. А вот в этом месте эта корочка совсем исчезла и обнажилась внутренняя часть этих гор. И посмотрите, как это все удивительно и странно выглядит. Надеюсь, я не быстро карту передвигаю. И вы все можете отчетливо разглядеть. Чем дальше мы в горы углубляемся, тем больше вот таких вот странных оврагов на этих горах. Вот как так водная эрозия работает? У меня такое ощущение, что эти горы сыпучие, поэтому так легко здесь и намываются вот такие вот овражки небольшие. То есть следы от ручьев. Да, чем дальше изучаешь нашу землю по гугл-карте, тем больше находишь каких-то странных и таинственных мест. Как вы думаете, что это за горы? Искусственные горы? Или все-таки природного характера? Почему эти горы все белого цвета? А также в начале, в предгорье, почему эти горы покрыты черной корочкой? И как ранее вам говорил, она размывается и обнажается вот такая вот структура. Да, фантастично все выглядит. Что я могу сказать? А вы, дорогие друзья, обязательно пишите комментарии. Интересно просто узнать ваше мнение по этому поводу. Что это за горы такие странные? Ну да ладно, давайте закончим просмотр Белых гор. Посмотрим еще пару меточек. Так, под вопросом. Ага, вот здесь, в ущелье, обнаружил то ли отвал от выработки в шахте, то ли еще что-то. Но это чуть ли видно, что это рукотворное что-то. И скорее всего, вот в этом месте шахта находится. И отработанный материал просто высыпают в ущелье. Вот такую вот интересную шахточку обнаружил. Скорее всего, нелегальную. Что туда бывает, к сожалению, не знаю. Рядом где-то фото я видел. Вернее, для вас приготовил. Фото Белых гор. Можно рассмотреть и по фотографии, как они выглядят. Да, к сожалению, фотография, конечно, не такого уж хорошего качества. Но она нам показывает то, что эти горы, да, белого цвета. И вот так они выглядят. Даже реки, которые здесь пробегают и ручьи, приобретают вот такой вот беловатый оттенок. Так, ну а мы давайте закончим с Наска и посмотрим еще координаты, которые нам прислал Максим Носов. Давайте скопируем и вставим в поисковик. Как видите, здесь Максим тоже кое-что странно увидал. Странные круги. В горах также. Странные полосы. Если приподняться, мы таких кругов здесь некоторое количество увидим. Вот еще одни, к примеру. Также, что это за рисунки и что это за географы? К сожалению, я не знаю, кто их создал и для чего. Они неизвестны для большого круга зрителей и ученых. Ну, как видите, они существуют. Так, а находимся мы. Давайте приподнимемся и посмотрим. В какой стране. Ага, штат Орегон. Понятно. Да, также, если более детально рассматривать, где эти рисунки находятся, мы увидим то, что вот на такой вот огромной каменной плите. Смотрите, как она интересно выглядит. Знаете, такое ощущение, что вот в этом месте именно ее просто подрезали. Смотрите, как это похоже. Если это так водная эрозия работает, то, знаете, слишком она ровно режет горы и плиты. Тем более, куда эти плиты вымываются. Как видите, ни остатков, то есть ни следов нет. Просто срезали горы и все. Вот еще раз вам покажу, как этот срез выглядит. Удивительно, что я могу сказать. Так, ну а мы давайте приподнимемся, посмотрим все это сверху, откроем контакт и скопируем еще одни координаты от Максима Носова. Так, опять нас перекинуло куда-то далеко. Ага. Вот здесь также Максим обнаружил очень удивительное место, дорогие друзья. Сейчас вы увидите, о чем речь. Выберу одну из самых лучших фотографий, откроем ее и рассмотрим. Вот посмотрите внимательно. Какое-то странное горное образование. А вокруг окружают вот такие вот стены. Знаете, такое ощущение, что это земля раскрылась и что-то выступило из земли. Похоже на яйцо. Смотрите, как это интересно и удивительно выглядит. Не правда ли? Давайте еще парочку фотографий посмотрим. Вот здесь немного с другого ракурса. Как видите, не только меня и Максима это заинтересовало. Это образование странное. Да и сами по себе горы очень-очень странно здесь выглядят. Также хотелось услышать ваше мнение. Что это за горное образование, которое как бы вылупилось, как яйцо из-под земли? Что это могло выдавить? И что это вообще за стены такие странные? А вот так все это по гугл-карте выглядит. Давайте приподнимемся, посмотрим, в какой стране мы находимся. Так, а если я не ошибаюсь, это находится в Турции, на границе с Арменией и Азербайджаном. А вернее с Ираном. Давайте следующую меточку скопируем. Вернее координаты. Так, а это, если я не ошибаюсь, мы уже находимся в России. Нефтегорск, Сахалинская область. Уничтоженный землетрясением поселок городского типа. Поселок был расположен в 98 километрах к югу от города Аха. В нем жили в основном нефтяники и их семьи. Ночью 28 мая 1995 года в час 0.04 местного времени на Сахалине произошло землетрясение. Силой около 7,6 баллов. Поселок был полностью разрушен. Под обломками зданий погибло 2040 человек из общего населения в 3,5 тысячи. Да, грустно смотреть, что я могу сказать. Вот все, что осталось от этого поселочка. Так, следующие координаты. Ага, так же вспомнил. А здесь Максиму понравились затонувшие корабли. Я думаю, вот в этом месте этот кораблик стоит. Да, по гугл карте его не видать. Но можно посмотреть в фотографии. Вот что осталось от корабля. Как видите, его часть уже разрезали. Здесь огромное количество фотографий. Скорее всего, не только этого корабля. Здесь огромное количество вот таких вот затонувших. Не знаю, может быть их привозят сюда на разделку, то есть на металлолом. Я где-то слышал такое, то что в некоторых странах существуют вот такие вот компании по разделке отживших свой срок кораблей. Да, гигантское количество фотографий. Что я могу сказать. Американ Стар, 2015 год. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Может быть, эти корабли потерпели здесь крушение. Ага, еще одна интересная фотография. Посмотрите, какая арочка, вернее, проем через гору. Фантастично выглядит, что я могу сказать. Да и сам берег по себе очень странно выглядит. Посмотрите, как под коркой белого цвета. Странная структура. И вот именно в этой структуре вот такая вот пещера, которая насквозь проходит. Этот мыс. Так, ну а мы дальше давайте скопируем еще координаты и посмотрим, чем же нас Максим порадует. Да, ну а я что здесь вижу? Я вижу просто современные посадки пальм. Скорее всего, в этом месте создают пальмовое масло. И ничего более. Вот здесь резервуары, видно, стоят, где хранят это пальмовое масло. Это современные посадки, и ничего более. Посмотрите, насколько много в этом месте пальм. Да, что я могу сказать. Так же интересно. Ну да ладно. Пирамида, похожая на Атлантиду. Вот сами посмотрите. Посмотрим. Так, нас сразу под воду перекинуло. Давайте рассмотрим, что же это за пирамида. Давайте водный слой отключим. Чтобы более детально рассмотреть. Да, вот такое странное подводное образование. Практически идеально круглой формы. Так же пишите свое мнение, что это может быть. Скорее всего, это просто недосканированный участок горы. То есть, просто округлилась форма этого террикона. Я думаю, это обычный террикон. Примерно вот такого вот плана. Как видите, здесь местами этот террикончик более отчетливо корабли отсканировали. Поэтому появились вот такие вот провалы, дороги какие-то, лесенки. Но это всего лишь баги отсканирования. И ничего больше. А это общее сканирование. Вот таких вот гор. То есть, спутниковая альтиметрия. Она не такая качественная, поэтому программа их просто округляет. Вот обсерватория инков. Для вас это интересно будет. Ну что ж, давайте посмотрим обсерваторию. Да, я уже показывал как-то в одном из своих видеороликов эту обсерваторию. Ну, кто не видел, давайте рассмотрим более детально ее. Вот так она по гугл-карте выглядит. А вот так более детально. Все, что вы видите построенное, это уже реставрация. Это археологи пытаются воссоздать то, что было. А в основном, все это навалено просто вот такими вот кучами. Все эти кирпичи. Вернее, блоки каменные. Вот так наши реставраторы пытаются воссоздать то, что в этом месте было. Хотя, может быть, это и их фантазия. Вполне возможно, то, что это все было по-другому. И просто это было насыпные кучи. Ничего более. Называется Чанькильо. Древний монументальный комплекс на пустынном побережье Перу в оазисе Касма. Рядом огромное количество также странных руин. Вот, к примеру, вот в этой, вот в этом месте на горе. Какая-то цепочка и строений. Также в полуразрушенном состоянии. Так, нам то же самое показывают Чанькильо. Рядом руины. Все, что осталось от древних строений. Ну и сразу вам скажу, то, что в этом месте я уже смотрел. Огромное количество руин. Вообще, Перу богато на древние останки от строений. Так, вот еще одни координаты. Шипы У. Да, заброшенное военное строение. Если бы не фотография, так бы и гадали, что это такое. К сожалению, я не знаю, что такое Шипы У, но думаю, что-то это с военными связано. То есть, военная часть заброшенная. Вот здесь можно увидеть вертолетную площадочку, еще живую. Забором что-то огорожено. Пару зданий. Ну и заброшенные современные руины. Также пишите, что такое Шипы У. Я, конечно, могу и сам узнать, но пока записываю видеоролик для вас. Так, самолет мы уже смотрели. А это древнее поселение. Там увидите иероглифы. Может быть, геоглифы он хотел написать. Но сейчас посмотрим. Ага, нас опять, наверное, в Перу или в Чили, скорее всего, перебросило. А это мы буквально, наверное, вчера смотрели. Да. Вчера эти координаты мы рассматривали. Так что давайте следующие. Так, а здесь что? Пока непонятно для меня, дорогие друзья. Ага, вспомнил. Здесь надо включить водный слой. Вернее, водная поверхность. И тогда здесь проявится вот такая вот полыня. Или промойна, как я их называл. Вот такую промойну можно даже спуститься по гугл-карте. И более детально ее изнутри рассмотреть. Надо лишь всего лишь аккуратненько, как бы под воду приспуститься. И мы увидим вот такое вот ущелье необычное. Я уже показывал такие ущелья. Их огромное количество вокруг Антарктиды. Их можно увидеть только, если включить водную поверхность. Тогда они проявляются. Вот такие вот находочки, дорогие друзья, от Максима Носова. Но остальные я вам показывал уже. Поэтому этот видеоролик, я думаю, закончить. И надеюсь, то что координаты, интересные места от Максима Носова вам понравились. А на этом все. Всем до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok